Вот так, выше каски. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опять квартир. Сверху это одни ощущения, они потом потянутся пивточки. Слушайте, очень аккуратно сделано, друзья, очень. То есть сверху расстояние больше до стенки, а снизу меньше. Плошное остекление, камень СКЦ и проход. И здесь, знаете, алюминиевый провод. Выводы сделаны нормально, качественно, качественно. Ну, вроде так, ничего. Но в Борщевикум. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Жилой комплекс Югтауна расположен на пересечении Волконского и Пулковского шоссе в Шушарах. Шушары это Пушкинский район Санкт-Петербурга. То есть прописка, если здесь приобретете квартиру, будет городская. Ближайшие станции метро, если это можно так назвать, Звездная, до нее 11,3 километра. И станция метро Московская, до нее 11,7 километра. В своей рекламе застройщик пишет, что до станции метро езды 20 минут. И здесь он, друзья, не обманывает. Ехать даже бывает и намного меньше. Но на своем личном транспорте и без пробок. А вот если обратить внимание на общественный транспорт и поверить информации с Яндекс.Карт, то до станции метро на автобусе ехать более часа. Жилой комплекс Югтаун это большой проект от застройщика, который состоит из 9 этажей, а дома пока что все в 5 этажей высотой. Тут можно сказать, как здорово застройщик строит дома всего лишь в 5 этажей. Но, друзья, это немножечко не так. Если разобраться и посмотреть внимательно на местность, то мы поймем с вами, что здесь действует высотный регламент, так как рядом аэропорт Пулково. И выше просто строить нельзя. Была бы возможность, застройщик бы построил небоскреба, как, к примеру, он построил в Парнасе, жилой комплекс Континенты. Обзор, кстати, комплекса есть на моем канале. Ссылку оставил в описании к этому видео. Для вашего удобства. На сайте застройщика написано, что неподалеку располагается 11 школ и 12 государственных садиков. Детские сады и школы неподалеку – это через дорогу, где возводятся жилые комплексы «Зеленый квартал» и парадный ансамбль. Тут или рисковать и бежать с ребенком через Пулковское шоссе в школу или в детский сад, или ехать на своем автомобиле в сторону центра и там уже внизу разворачиваться и ехать обратно. Ну, понимаете, что удобство на высоком уровне. Ну а как дела с местами в школах и детских садах, я полагаю, вы и сами поняли. Обзор комплекса «Зеленый квартал» оставил в описании к этому видео. Комплекс возводит общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик КВС «Московский» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Согласно данных от налоговой инспекции, в 2021 году у застройщика работало 9 человек, а оборот компании застройщика составил почти 209 миллионов рублей. Когда просматривал фотоотчеты застройщика, обратил внимание на форму зданий, которые он возводит. И у меня, знаете, друзья, сложилось впечатление, что застройщик очень сильно экономит землю и хочет как можно больше построить зданий и квартир. Посмотрите на это. Видите, как дома близко расположены друг к другу. Как вам такое соседство? Конструктив зданий монолитный. Заполнение проемов газоблоком и керамическими блоками. И вот тут я обратил свое внимание на примыкание блоков к монолитному перекрытию и на отсутствие части керамических блоков. А вместо блоков застройщик заткнул дыры утеплителем. Помните об этом, когда решите сверлить стены под карниз. Но и качество бетонных работ оставляет желать лучшего. Видны множество наплывов, как, к примеру, на этом фото. Когда пилят газоблок, всегда остаются кусочки. И тут мы с вами видим, как застройщик сэкономил и выложил стены из обрезков. А теперь внимательно слушайте и смотрите. В результате проведенных исследований установлено, что уровни загрязнения почвы по содержанию химических веществ в пробах точек отбора номера 9 и 13 на глубине от 0 до 0,2 метра соответствуют категории «опасная». Это выдержка из экспертизы проектной документации застройщика. Обещать одно, делать другое. Из проекта застройщика видно, что строят в первую очередь, а что оставили на потом. А как же без мусоросборочных камер в жилых домах? Конечно, никак. Согласно проекту застройщика, предусмотрены помещения со встроенной мусоросборной камерой, без устройства вертикального ствола мусоропровода. Так что в летний период не удивляйтесь неприятными запахами и постоянным стуком двери. В пятом корпусе, согласно проекту, запроектировано помещение на первом этаже для врача общей практики. Но надо же куда-то водить своих детей родителям. Ведь вы сами знаете, у кого есть дети, что нужно периодически ходить в поликлинику, чтобы делать прививку, сдавать какие-то анализы, получать результаты. И все это нужно для того, чтобы в дальнейшем ваш ребенок пошел в детский садик и школу. Проблема поликлиник, садов и школ, к сожалению, очень насущна в нашем городе. К сожалению, строят жилые дома без учета норматива, а город на это просто закрывает глаза. Главное сдать дом и получить деньги с искрой счетов. Фундамент здания у комплекса это монолитная плита в 40 сантиметров толщиной, а перекрытие в 16, но будет и шумоизоляция в целый сантиметр. Стены к соседям из монолитного бетона в 16 сантиметров толщиной, из СКЦ камня в 16 сантиметров аналогично толщиной, и будут еще перегородки в ванных комнатах из пазогребневых плит. Квартиры в комплексе представлены от студий до трехкомнатных квартир. В своей рекламе застройщик красиво написал, что высота потолков до трех метров. И знаете, не обманул, ведь высота в жилых помещениях 2 метра 77 сантиметров. В восьми стройщикских зданиях, на которых есть проектная декларация, будет 2105 квартир. 700 машиноместа в многоуровневом паркинге, который еще и нужно купить. Квартирография комплекса выглядит следующим образом. Студии однокомнатной квартиры займут 61% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 25% и трехкомнатные 14%. На момент съемки видео однокомнатную квартиру здесь можно приобрести от 6 миллионов рублей. Все квартиры застройщик передает в чистовой отделке. Первые дома, согласно проектной декларации, застройщик должен сдать в четвертом квартале 2023 года. А ключи передать до 31.05.2024 года. Напомню, как только любой застройщик получит разрешение на ввод в эксплуатацию, он сразу получит деньги со своих эскроу-счетов. Через дорогу от жилого комплекса Югтаун возводится жилой комплекс «Зеленый квартал» с стоимостью однокомнатной квартиры от 4 миллионов 780 тысяч рублей. И там все квартиры тоже с чистовой отделкой. И жилой комплекс «Парадный ансамбль». Там чуть подороже – от 5,5 миллионов рублей. Центр города находится вот в ту, друзья, сторону. Вот виднеются крыши жилого комплекса «Зеленый квартал». А где переход – это ближайшая остановка общественного транспорта. А вот и мы видим жилой комплекс. А перед ним, чтобы, наверное, был лучший вид, вот такая своя котельня. Также из нюансов здесь получается выезд только направо. Улковское шоссе полосы разделяет разделитель металлический. И, соответственно, выезд только направо. И для того, чтобы попасть, куда вам нужно, то, естественно, ехать вниз и разворачиваться. Это вот, как я вам говорил, ехать, например, до садика и школы ближайшего, которая сейчас действует в «Зеленом квартале». Когда вы едете домой из города, то вы едете аж туда, до Волхонского шоссе, и там петляете, петляете, и вот в часы пик там постоянные пробки. То есть вы будете тратить свое драгоценное время на то, чтобы там разворачиваться. Поэтому, конечно, лучше всего здесь же тем, кто работает удаленно. В своем рекламном видео застройщик говорит, вернее, показывает нам большие зеленые деревья, кустарник, траву. Ну, вот не знаю, будет ли все это, но борщевиком здесь, как вы видите, заросло все это поле. Понятно, конечно, что борщевик – это не проблема застройщика, а проблема – администрация Пушкинского района, которая доблестно ее решает. Еще никогда не понимал, для чего вот такую колючую проволоку вешать на эту, на это граждающее, на этот забор. Ну, возможно, чтобы строители не убежали домой. Вид, конечно, очень, друзья, специфический. Технология мокрого фасада. На газоблок крепит утеплитель, вот он, видите, зелененький. Сетку штукатурит, и вот получается такой фасад. Надеюсь, конечно, что у этого фасада не будет таких проблем, как у зеленого квартала. Ну, и у парадного ансамбля, полагаю, будет аналогично, потому что один и тот же проект. Ну, вроде так, ничего. А вот так выглядит, друзья, перегородочный камень СКЦ. Утеплитель, который здесь применяет застройщик. А вот, кстати, как хорошо видно, вот он, утеплитель. Вот она сетка, и вот штукатурка. Входная группа. Утеплитель Пеноплекс. Искусственный камень. Гидроизоляция. Пара-ветрозащита. Качественно. Качественно. И входная группа. Это подвал. А это у нас первый этаж. Без комментариев. Монтаж лифта. И лифт, обратите внимание, вот так будет, как я понимаю. Выход во двор. Штукатурка. Политонит. Тук-тук. Двери. Широкий проем. У меня есть вот такой помощник. Рулетка. 90 сантиметров полотно. Круто. И знаете, мне это чем-то полотно напоминает, как в моем комплексе. Да, это, похоже, тот же производитель. Два замка. Ночная заглушка. Тут какие-то штекеры, наверное, для прочности. Слушайте, хорошие двери ставит застройщик. Молодцы. Есть плюсов. Это бетон. В бетон мы с вами понимаем, что закреплена будет дверь. Намного держаться прочнее, нежели чем в какой-то блок или газоблок. Штукатурки. Тут сантиметр, чуть более. На углах я вижу, заходит сетка. Это значит, в дальнейшем можно избежать трещин. Газоблок. А нет, позагребневые плиты узенькие. Вот такая плитка. Стоит вертикально. Смотрится плитка прикольно. Гидроизоляция. Слушайте, стяжечка, на первый взгляд, вообще ровненькая. Вот так застройщик зашивает это все. Тепло-шумоизоляция. Сюда бы, конечно, изоляцию неплохо было бы поставить. Нормальный тройник. Выводы сделаны нормально. Прошторобили нормально. Позагребни. А за ним бетон. И там еще должен быть утеплитель. Как в проекте написано. Слушайте, неплохо. Неплохо. Плитка мне нравится. Симпатичная очень. И вот эта камера передаст. Нет, она белая, но при этом у нас такая с ромбиками. То есть смотрится красивенькая отделка. Электрика. И здесь, знаете, алюминиевый провод. Это очень странно. Обычно делают из меди. И здесь алюминий. И здесь. Слушайте, очень странно. И необычно. Значит, тут 70 сантиметров. Блин, ручки с собой нет. Выход на вот такую лоджию. Совсем маленькую. Ну, могли бы, конечно, сделать панорамное стекление. Но это, видите, первый этаж. Наверное, здесь. Поэтому сделали обычное окно. Профиль вижу КБЕ. Откосы. Пластик. Такой сэндвич-панель пластиковая. А нижняя подводка к радиаторам. Вот тут вид. Ну, вот слушайте, Пулковское шоссе вообще не слышно. Хотя трафик, смотрите, какой. Тишина. Однокамерный стеклопакет. При этом камера тут 20 чем-то миллиметров. Вот, кстати, плитка. Соответственно, клей. Ну, предлагаю пройти на самый верх. По лестничному маршу. Здесь утеплитель. Так положено. Вот, видите, первый слой штукатурки сделали, потом второй и окрасит. Лестничный марш из завода. Так делает большинство застройщиков. Это просто экономные, всегда у вас ровные, одинаковой высотой ступени. Радиаторы Прада. Ох, тут тепло. Наверное, делают отделку. Слушайте, прикольно. Зашьешь и все. Так, чтобы не быть голословным, измерим высоту потолка. 2,77. Не забывайте, что у вас еще будет напольное покрытие. Держится крепко. Перемычки делают сами. Из цемента. Здорово. Вентиляция обычная. Мы пошли на самый верх. Это пушка. Чтоб здесь было тепло. Смотрите, как раскалилось. Есть. Очень легко, кстати, подниматься по этим лестничным маршам. Потому что высота ступени здесь, наверное, около 12-14 сантиметров. Это очень комфортно. Так. Ага, все. Последний этаж. Пятый. Квартирный коридор. Утеплитель. Бетон. Выход на кровлю. Такой люк у нас. Не полезу. Так, нам нужна торцевая квартира, потому что она большая. О, видите, трешка. Или квартира третья. Звонок. На уровне, там, наверное, метр с копейками. Очень удобно. Я считаю, вот это правильно. Слушайте, а здесь у нас большой холл. О, ничего себе. Здесь даже не гипсокартон, а блоком СКЦ зашивает застройщик. Тут оставят люк, и внизу все чисто. Ничего себе. Ну, вот они, эти перемычки, которые они делают сами на заводе. Давайте рассматривать комнату, смотрите. По ощущениям, немножко завалено, но так стенка ровная. Это у нас кухня. Выводы воды. Трубу Нора потом доставят, или потом будут ставить. Ну, хотя бы ровно отверстие, не пробито ломом, как это часто бывает. Да, странно, что здесь проводка алюминиевая. Первый раз эти вижу алюминиевую проводку. У всех она обычно медная. Радиаторы Прада. Нижняя подводка. Широкое окно. Аналогично однокамерный широкий стеклопакет. Пен не пожалели. И вот здесь, друзья, последние этажи самые интересные. А потому что... Три метра потолки. И вот это, кстати, очень сразу чувствуется, что потолки намного выше стандартных 2,77. При входе у нас сразу большая ванна, санузел. Это плюс. А комната у нас получается двухкомнатная квартира и кухня, да. Здесь у нас вентиляция, вот так, конечно, не в тему. Очень много места жирает. Вот здесь у нас коллектор. Канализационная труба, пожарная, противопожарная муфта, вывод кабеля, это видно под вентилятор. Здесь в дальнейшем шахту, наверное, сделают, чтобы, типа, воздух ходил. Место нормально, но, конечно, коммуникация жирает. Обратите внимание, вот он, получается, процентов 20-30 санузла. При этом он большой. Он такой большой, что я бы, наверное, сюда бы еще поставил бы раковину для удобства. Это ванная. Кстати, ванна не такая большая. Стандартная ванна вылезет. Вот здесь для нее уже место проштробили. Ну, гидроизоляция праймером так очень хорошо сделана. Здесь у нас электричество. Тут электричество. Где-то должно быть заземление. Канализационная труба. Где-то должно быть. Жилая комната. Камень СКЦ. И проход в соседний литер. Наверное, так будет правильно назвать. В проектах всегда это сделано для того, чтобы строители не ходили по улице, а просто быстро переходили сюда. Вот, обратите внимание. Вот 16 сантиметров бетона. Вот 16 сантиметров бетона. Между ними зазор. С этой стороны у нас приклеен, назовем это просто пенопласт, и вот такой кусок воздуха есть. Для того, чтобы здесь был теплый шов. Так, еще у нас. Блин, ручки нет, не выйти. Из плюсов мне нравится, что здесь вот это глухое окно. Соответственно, за счет этого больше светового проема, так как если была бы створка, то еще бы часть съела бы профилем. А здесь мне нравится, что сплошное остекление, никаких нет перемычек, это сразу меньше света. Ну и последний этаж, здесь мы видим луджие, да и такое небольшое окно с забралом для забора воздуха. Хочется еще маленькую посмотреть. О, отлично, однушечка. Ну вот видите, тут тоже место под шкаф. Здесь трубы вот так зашвет. Видите, уже направляющие поставили. Направляющие, кстати, не из самых дорогих, но обычный металл могли бы взять перфорированный. Канализационная труба под горячую холодную воду. Слушайте, труба очень хорошо, кстати, сделана за строчек, вообще никаких нареканий. Муфты, смотрите, как все поставлено хорошо, то есть не как некоторые ставят, криво, косо, лишь бы было. Но при этом мы видим, что труба немножечко вот так идет искривлена. То есть сверху расстояние больше до стенки, а снизу меньше. Либо мне так показалось. Входная дверь, здесь тоже бетон, вот она вентиляция. Ванна, здесь, кстати, по ощущениям ванная больше. Может из-за того, что видите, тут еще все пока открыто, и расстояние место не съедает. Да, вот сюда будет ванна поставлена, смонтирована. Это у нас кухня, здесь вот таких два высоких, но при этом узких окна. 85 сантиметров. Так, видно, 85. Это бетон для жесткости. Это позагребневые блоки. Слушайте, светло, вот солнце светит, здесь достаточно света. Вид у нас во двор, а во дворе у нас, конечно, зеленых насаждений нет. Вот кухня. А вот кухню заходишь, и сразу темнее. Знаете, из-за чего темнее? Потому что здесь правильно, здесь лучше, из-за этого темнее. Чуть меньше света. Но само вот это окно, оно даже больше, чем вот то. Надо было панорамное почему-то, мне кажется, делать. Это, наверное, было бы правильно. Кстати, обращаю внимание на подводку. Она металлическая. Но потом в дальнейшем теплоизоляцию надо будет ровненько обрезать по месту. И вот эти выводы труб смотрятся достаточно красиво. У меня, кстати, собака так любит на радиаторе лежать. Потому что он широкий, и тут тепло. Слушайте, очень аккуратно сделано, друзья, очень. Мне нравится. Друзья, видите, стык стены и монолитного перекрытия зачеканена просто пеной. Пена как звукоизоляция, так себе. Потом понятно, что заштукатурят. Но вот по мне это лучше делать более плотным материалом. Есть, к примеру, войлок. В советское время-то делали паклю брали, окунали в цемент и зачеканивали. И это было очень плотно, и вытащить ее оттуда проблематично. Поэтому звукоизоляция была бы получше. А вот так у нас и выглядит шахта внутри. Значит, вот они направляющие. Ставятся вот эти крепежи. Потом идут вот эти черные, это направляющие. Здесь получается их три, здесь один. И их выравнивают, чтобы это было ровно, когда вы едете на лифте, чтобы нигде ничего не шаталось. И вот это все из бетона. Мощные троса. Но электр, кстати, достаточно большой. Мне нравится, что он получается вот туда. То есть он не вот так будет стоять, а вот так. И при загрузке крупных и длинномерных предметов будет очень комфортно. Молодцы, спасибо, КВС. Вот вышел сейчас из подъезда. И вы знаете, наверное, из-за того, что тут достаточно правильно, наверное, можно так сказать, выразиться удаленность от трассы. И шума практически я не слышу. Хотя, вот видите, машина за машиной ездит. То есть трафик такой сильный. Знаете, что хочется? Хочется посмотреть, что здесь с подвалом. Потому что в подвале, согласно проекту застройщика, должны быть кладовки. Огоражены друг от друга сеткой. Вход у нас вот здесь. Так. Вход в подвал. Ах, тут закрыто. Жаль. Очень жаль. Ну, вот здесь, кстати, по бетону нормально. Можно, конечно, аккуратнее делать. Ну, в принципе, нормально. Так. Марш. А, марш привезли с завода, поэтому одинаковый уровень ступеней. А, вот здесь смотрите, как они соединили. Здесь металлические прутья для жесткости. Вначале я думал, что это с той стороны, когда стоял, такое ощущение было, что две разных стенки. А нет. Молодцы. Первые этажи – это коммерческие объекты в дальнейшем. Ну, и первое, конечно, что здесь откроется, так это 100% продуктовый магазин. Это первое, что открывается. Потом подтянутся пивточки и шаурма. Тут у нас сквозной проход. То есть можно зайти с улицы и со двора в коммерческое помещение. Коробки от лифтов. Вот на эти здания, если смотреть сверху, вот они получаются такие почти пообразные формы. Друг за друг засыпляются. И вот такой двор небольшой. В принципе, из-за того, что пять этажей, вот знаете, я сейчас здесь нахожусь внутри, то есть сверху – это одни ощущения, они не очень положительные, приятные были. А здесь, когда внутри, если они посадят большие деревья, как это у них указано в рекламном ролике, то, возможно, даже будет ничего. Но вообще, в принципе, считаю, что вот это расстояние нормально, но вот этот фасад, он здесь лишний, его здесь не должно было быть. Тогда было бы намного комфортнее. Только, знаете, как это, как в центре Васьки и Петроградки находишься в этих дворах. Так, утеплитель, направляющий подвинут фасад. Сколько тут? Не сто, сто пятьдесят. Ну, кстати, нигде не видно, чтобы был мокрый фасад. Ну, и мне, кстати, нравится, что вот если взять тот же зеленый квартал, там прикольно, что последние этажи есть с мансардами. Мансардные этажи они из бетона, и там есть большие террасы. А здесь, обратите внимание, более интересный фасад. Там он гладкий, а здесь он получается с такими выступающими элементами, палентусами, и смотрится интересно. И, кстати, вот здесь остекление алюминиевое, серого цвета, тоже так смотрится неплохо. Кстати, монолитное перекрытие между коммерцией и первым этажом 22 сантиметра, а шумоизоляция в целых 2 сантиметра, для того, чтобы вы точно ничего не услышали. И вот это, кстати, можно сказать спасибо за это застройщику, что они так заморочились. Потому что, если сделано будет все качественно и хорошо, как в проекте, то коммерцию навряд ли вы услышите. Значит, входная группа. Вот смотрим расстояние. Тут метров 30-28. И вот этот не в тему дома. То есть вот здесь идет простор. Если бы здесь был бы тоже простор, другие были бы ощущениями. Входная группа. Здесь у нас уже стоит алюминиевая дверь. Вход в уровень землей. Блин, тут закрыто. А где открыто? Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями. Вот он, паспорт объекта. В общем, сейчас в двумэтаж мы не зайдем. Почему-то. А если там интересен наверху проход на пятом этаже, так же, как и в этом. Идемте на пятый. Тот цвет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опять квартир и тех помещения. Вот здесь, кстати, хорошо видно. Вот видите, вот кусок, куска утеплителя нет. Стенка розового цвета. Это специальная грунтовка для лучшей адгезии. И здесь обратите внимание, что материал неровный. Он ребристый. Для того, чтобы на него лучше и крепче держалась штукатурка. Кстати, очень сильно слышно, как здесь летят самолеты. Потому что здесь внизу находится аэропорт Пулково. Это вот в той стороне. И, соответственно, постоянно взлетают и садятся самолеты. Это слышно, что здесь, что в парадном ансамбле, что в зеленом квартале или квартале. То есть везде это будет слышно и видно. Так что, если вы переживаете и вам не нравятся самолеты, то нужно смотреть, конечно, другие объекты. Да, смотрите, как коммерция-то сделали хорошо. Вот оттуда раз коммерция, здание второе, третье. Будет большое количество магазинов. Это очень удобно для будущих жителей этого района. Вот сейчас как раз хорошо видно. То есть смотришь, расстояние вроде между домами нормальное. Но из-за того, что с одной стороны контур дома закрыт соседним зданием, то, конечно, смотрится, знаете, такой двор-колодец. Но, как я уже говорил ранее, при озеленении, возможно, будет совсем другой вид. Ну, будет, естественно, другой вид. И, возможно, будут другие ощущения. Понятно, что здесь, конечно, со временем, когда сдадут дома, откроются коммерции. Когда-то появится и школа, и детский сад. Но ни в первой, ни во второй, похоже, очереди. Но когда-то должно быть понятно, что у кого будут дети или есть, они будут испытывать определенные неудобства. Ну, потому что через Пулковское шоссе водить ребенка в садик и в школу, конечно, ну, мне было бы не очень комфортно. Хочется, чтобы, например, сад был в шаговой доступности. Так же, как и, в принципе, школа. Чтобы не ездить на автомобиле, а пройтись пешочком, нам 5-10, может, 15 минут. Ну, 15, наверное, много, 10 минут с ребенком, наверное, вот так, выше каски. Соответственно, если рассматривать проекты, которые находятся через дорогу, зеленый квартал и парадный ансамбль, и сравнивать его с Югтауном, то КВС мне как-то больше нравится по качеству. Бетонных, фасадных работ, на них меньше жалоб. Они тоже есть, но их на порядок меньше. На зеленый квартал очень много жалуются. Там тоже, кстати, небольшие такие дворы. Но так как уже что-то посадили зелень, смотрится, конечно, немного поинтереснее, чем здесь, пока здесь, соответственно, все голое. Если вам нужна помощь с недвижимостью, пишите и звоните. Мои контакты в описании к этому видео оставил специально для вас. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok